Продолжение следует... Наталья, несмотря на свой творческий отпуск, назовем его так, по уходу за маленьким ребенком, она еще совмещает очень такую представительскую должность, является заместителем министра образования Московской области. Наталья, прежде чем вам передать слово, напомню, что когда вы получали свою награду, вы написали в своих социальных сетях, что каждый из нас делает свое дело, свою работу так, как подсказывает ему сердце и его душа. Прежде всего, нужно быть честным перед самим собой, чтобы открыто улыбаться всему миру, всегда оставаться человеком и большим профессионалом. Так вот, как профессионал-учитель, который привык жить и работать в одних реалиях, быстро может перестроиться к другим и не лукавить, что это дается ему сложно. Давайте просаждаем. Вам слово. Дается сложно, конечно, не будем скрывать, и на самом деле дается по-разному, и очень много сразу свалилось на учителя, я об этом часто говорю и пишу в своих постах в Фейсбуке, и сейчас попытаюсь составить такой органайзер учителя, который, я думаю, будет полезен. Говорить придется быстро, потому что времени мало, и показывать тоже много. Сейчас я включаю презентацию свою. Дорогие коллеги, хочу рассказать вам об опыте, который мы реализуем и исследуем параллельно, поскольку, продолжая быть практикующим учителем, я являюсь аналитиком Института образования Высшей школы экономики, и в том числе в этом плане таким аналитиком-волонтером работаем сейчас над программой «Мобильная школа». Мобильная школа, как уже было сказано в первой части сегодняшнего мероприятия, сегодняшней конференции, школа, которая гибкая, адаптивная и способна перестраиваться при необходимости к переходу в онлайн-формат, в дистанционному формату и возвращаться обратно и транспортировать полученный опыт из дистанционного формата в ежедневную обычную оффлайн-школу. Несколько советов учителям на заметку. Значит, естественно, никто из нас в большинстве своем не обучался тому, как быть учителем онлайн. И понятное дело, что учитель, который ведет уроки в школе и учитель, который ведет онлайн-уроки, они не всегда могут совпадать. То есть иногда, конечно, да, будут учители-универсалы, у которых это будет получаться замечательно, но не всегда сразу всему учатся. Поэтому совет номер один – не бояться спрашивать рекомендации у учеников, которые какими-то инструментами обладают чуть больше, быстрее и могут научить учителя, помочь учителю в организации работы. Естественно, что приходится очень быстро учиться. Но здесь тоже моя рекомендация не бросаться в стороны на все подряд платформы, онлайн-платформы и разные инструменты, а сосредоточиться на простых решениях и помнить о том, что у нас всегда есть под рукой учебники, рабочие тетради, какие-то рабочие материалы, которые независимо от того, как организован образовательный процесс, есть ли у ребенка и учителя доступ к интернету, есть ли современные компьютеры или нет, может быть продолжен всегда образовательный процесс с помощью учителя, с помощью мобильной связи. Естественно, главное не инструменты. Когда мы говорим об организации образовательного процесса, нужно идти от содержания самого учебного материала, от календарно-тематического планирования, от рабочей программы и от того, как процесс организован. Вы знаете своих детей, вы знаете, что у них получается. Мы сегодня утром говорили о том, что первый этап – это мониторинг. Нужно четко понимать, какие технические возможности, какие социальные возможности есть у каждого. А потом уже к этому содержанию и к этой организации процесса мы подбираем инструменты. Понимаем мы все, что не будет все получаться сразу, и поэтому работа на маленьких целях, а не на глобальных сразу больших переменах. Значит, итак, у нас структура образовательного процесса – это три части. Содержание, организация, технологии. В таком порядке я рекомендую вам к ним и обращаться. Мы сначала смотрим, что у нас есть в содержании, потом, как мы организуем работу с нашими детьми, получение обратной связи, а потом подбираем инструменты, а не наоборот. Как работать с календарно-тематическим планированием? Первый мой совет – не идти под тому планирование, которое есть у вас сейчас, не стремиться дать в онлайн-урок весь материал, который запланирован для оффлайн-урока, укрупнять блоки, лучше какие-то недельные блоки, то есть в темы, в блоки объединять, сокращать объем заданий. Потому что то, что ребенок делает в онлайне и то, что ребенок делает в классе, ну, примерно 50% расхождения материала. Поэтому здесь крупноблочно, лучше на неделю, домашние задания на неделю, тематические блоки на неделю и меньше заданий. Дальше совет такой – не использовать время онлайн для того, чтобы давать новый материал. Это время для вашего общения, для получения обратной связи, для ответов на вопросы, на сложные, для коммуникации, для групповой работы. Посмотрите, что еще можно сделать сейчас. Вы с понедельника начинаете учебный процесс. Вам нужно отработать механику взаимодействия, а не дать сразу новый материал. Поэтому, когда вы анализируете планирование, поставьте сначала темы простые, например, какие-то темы на повторение. А потом, когда механика взаимодействия и вот этот онлайн-процесс или работа дистанционная будет отработана, тогда добавлять уже темы. И когда мы используем всевозможные ресурсы, старайтесь не ограничиваться только тестами и упражнениями, а лучше добавлять проектные работы из реальной жизни, размышления, рассуждения. Как рассчитать выполнение программы? Ну, вот смотрите, пример такой. У нас есть учитель некоторый, у которого 25 часов нагрузки в неделю. Это примерно 5 классов по 5 уроков в неделю, математика. То есть в среднем получается на каждый класс в неделю 3 часа 45 минут, 3,75 часа. Значит, получается, чтобы понять, что мы выполняем программу, нам нужно каким-то образом этому классу дать учебный материал из расчета 3 часа 45 минут в неделю. В классе это 5 уроков у учителя по предмету А. Как можно сделать? Это один из вариантов реализации программы. Как рассчитать это время и на что его потратить? Например, мы берем 20 минут в неделю онлайн-общение со всем классом, если есть возможность подключиться. То есть через Skype, через Zoom организуем онлайн-урок. Мы должны понимать, что в эти 20 минут будет еще помимо учебного материала, который или плана на неделю, который учитель хочет сказать, еще и котики, домашние животные, которые захотят показать все дети всем, цветочки на обоях, чашечки и все такое. Это тоже нормально, это общение, детям этого не хватает. Но вы должны учесть при планировании вот этого общения с классом. Дальше в неделю можно сделать после вот этого единого общего общения онлайн две групповые консультации по 20 минут, разделив детей по уровню их усвоения учебного материала. Вы, естественно, детей знаете, смотрите, либо посмотреть, у кого какие технические возможности. И еще я бы рекомендовала организовать два дня индивидуальных консультаций по 40 минут, при этом составив график. Значит, смотрите, ребята, вот в это время я буду доступна, например, в чате WhatsApp, или в это время я буду доступна в онлайн-связи по Skype. Давайте мы составим график, распишемся, кто в каком порядке мне может позвонить. Это могут быть индивидуальные или парные консультации для какой-то конкретной задачи, которую нужно решить, что-то не получается. И 1 час 25 минут в неделю для детей – это самостоятельная работа учащихся с телевизионными уроками, с образовательными платформами, с учебниками, с любым материалом, который подготовит учитель. Вот это не единственный вариант, но как предложение можно взять вот такое примерное распределение учебного времени, либо, посмотрев общее количество времени, подумать, как вам удобнее распределить, есть ли у вас возможность общения. Может быть, поставить 2 онлайн-урока всем классам и одну консультацию 40-минутную, такую индивидуальную. Как может тогда выглядеть расписание уроков для этого же 5 класса, как вставляются вот эти консультации? Значит, смотрите, так как у нас ребенок не может заниматься перед мобильным устройством, перед компьютером дольше 25-30 минут, в зависимости от возраста, это вредно для его здоровья, то примерно вот слева я просто прописала, в какое время может быть включение. Но там на самом деле можно менять там 20 минут, 40 минут и так далее. Выбираем, например, с 9 до 9.20 в понедельник общая онлайн-консультация по математике для всего класса. В среду мы ставим работу с группами, а в пятницу индивидуальные консультации. Между ними вторник и четверг рекомендована ребенку самостоятельная работа с математикой, а в остальное время распределяются остальные предметы, другие промежутки. То есть вот такой вот вариант организации расписания может быть по договоренности с учителями. Ну, собственно говоря, как пример. Кому-то, может быть, индивидуальная консультация не будет нужна. Еще раз я повторю, от содержания. Значит, мы делаем блоки учебного материала на неделю, с домашним заданием на неделю и указанием срока выполнения. Независимо от того, ребенок имеет возможность работать с интернетом, с платформами или не имеет у него только мобильная связь. Все равно укрупняем. Мы помним о том, что у нас есть возможность давать творческие работы, посмотреть, как это в природе происходит, поговорить с родителями. Мы можем организовывать взаимопроверку или общую проверку через обсуждение защиты, не включая все только на проверку учителя, потому что учитель иначе будет перегружен. Онлайн-общение – это ответы на сложные вопросы, разбор заданий и дискуссия. Самостоятельная работа перед вами на экране представлена как варианты, которые могут быть. Как рассчитать учебное время по календарно-тематическому планированию? Ну, вот посмотрите опять же на примере математики. Значит, апрель-май – это 8 учебных недель, если мы учимся до 31 мая. Математика – 5 уроков в неделю, то есть всего 40 уроков за этот период. Тематическое содержание я взяла из календарно-тематического планирования пятых классов. Есть несколько тем. Деление десятичных дробей, средние арифметические проценты. Просмотрела, сколько уроков по каждой теме. Посмотрела, что есть блок уроков для повторения, 20 уроков в конце. И представила, как в каждом блоке я буду организовывать работу с ребятами. Например, проценты – должно быть 11 уроков, 10 плюс контрольная работа. Это 2 недели упражнений, то есть 4 каких-то онлайн-урока и 2 консультации, или наоборот, 2 онлайн-урока, 4 консультации и 1 письменный тест или контрольная или творческая работа. Собственно говоря, я понимаю, что в своем календарно-тематическом планировании я могу переставлять местами темы, могу переставлять местами целые разделы в зависимости от того, как это удобно и как это нужно. Как я предлагаю переставить? Вот посмотрите пример того, как можно сделать содержание учебного материала на эти 8 недель. Сначала поставить на первую неделю повторение. Может быть, будет необходимо поставить 2 недели повторения в начале. Для чего? Для того, чтобы понять, как ребенок каждый подключается, для того, чтобы отработать структуру подключения, организацию групповой работы, организацию домашних заданий и обратной связи. Тогда сдвижение тем пойдет чуть ниже. Здесь, что интересно, темы, которые самые попроще, самые простые или которые перекликаются с прошлой четвертью, мы поднимаем вверх в начало. Темы, которые посложнее, опускаем дальше вниз. И тогда выстраиваем структуру недель. Нам понятно, какое содержание будет на каждой неделе. Что мы делаем дальше? Дальше мы делаем такое расширенное КТП для того, чтобы понять, а что мы будем использовать. Например, на второй неделе деление дробей. У нас есть конкретные страницы учебника и упражнения, на основании которых мы можем сделать маршрутные листы для каждого ученика и для каждого класса. Рекомендованные. Причем здесь можно рекомендовать по упражнениям по учебнику для уровня 3, 4 и 5. И предложить ребятам выбрать самостоятельно, для какого уровня они хотят сделать. Таким образом, ребенок уже здесь не только самостоятельно решает, но и оценивает свои возможности. Я что хочу? Мне достаточно получить 3, я сделаю минимум. Если я хочу попробовать на 5, я сделаю сложнее или больше упражнений. Дальше мы подбираем, если нам необходимо для самостоятельной работы здесь, ссылку ставим на видеоурок на какой-то платформе или на YouTube-канал, или, может быть, на какие-то тестирования. И также ссылку и сроки сдачи на домашнюю работу. У учителя получается так по каждой неделе понимание, какой материал ребенок смотрит сам, какой материал и учителю рекомендован, и тогда понятно, когда, в какие сроки он получает какие варианты работы из предложенных ребенку. Значит, что, получается, можно сделать, если вдруг ситуация, когда нет доступа к интернету, есть учебник и мобильный телефон. Причем здесь может быть ситуация, когда мобильный телефон есть только у родителей, которые возвращаются вечером с работы, например. Первое, что у нас есть, опять же, содержание учебного материала и наше расширенное календарно-тематическое планирование. Нужно составить по этому планированию на основании учебников маршрутные листы на неделю ребенку с вариантами на 3, 4 и 5 по упражнениям, с предложением, какие формы работы можно сделать, проанализировать, что оценить, может быть, обсудить какие-то вещи с родителями или с одноклассниками. Дальше установить время возможное консультации по мобильному телефону в любом мессенджере или в звонке. Причем договориться сразу, что я, как учитель, могу указать консультацию в такое-то время, например, с 7 до 8 вечера, не более 2-3 минут. То есть тем самым вы формируете у ребенка необходимость своей четкой организации выбрать время, записаться в этот лист консультаций или сообщить и задать конкретные вопросы, максимально короткие. Причем здесь стоит говорить ученику, что вопросы «я ничего не понял» или «это очень сложно» не принимаются. Что сделал, что не получилось. И очень хорошим решением будет организация групповой работы учеников по мобильному телефону, где наиболее сильные ученики и наиболее организованные, не всегда даже, кстати, сильные, могут быть хорошими помощниками для учителя, как советники, как консультанты. И тогда, получается, будет выстраиваться такая игра, как бы условно я ее называю «неиспорченный телефон». Учитель, помощники, ученики, группа учеников. То есть учитель к своей консультации подготавливает несколько помощников, а они потом дальше работают с группами. И получается обратная связь, такая же по цепочке. Это очень удобно. И, опять же, здесь нужно выстраивать четкие правила мобильной коммуникации. Время и… Наталья Александровна. Не более… Да, мы заканчиваем уже. Не более трех минут, например, один раз в день, не более трех звонков. Цели коммуникации и какие конкретные алгоритмы действий. Собственно говоря, вот такая примерная вам история. Значит, во время презентации были QR-коды. QR-код на мою страницу в Facebook, где все это прописано в виде нескольких постов, что можно почитать. И QR-код на ссылку на статью, которую мы выпускаем в Высшей школе экономики, и которая будет дальше продолжаться. Я возвращаюсь к вам. Выключаю. Спасибо большое. На самом деле, даже было как-то неловко вас перебивать. Есть один очень важный вопрос. Хотелось бы услышать вашу рекомендацию, ваш ответ на сей счет. Нурдаулет нам пишет. Здравствуйте. Я вот работаю дефектологом в специальной школе. У нас дети все с диагнозом. Я просто не представляю, как учить детей дистанционно. Посоветуйте что-нибудь. Это действительно сложная работа и сложный вопрос не только в отношении учителя, но и в любой другой школе, как работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи я бы советовала вам сконцентрироваться на разработку памяток для родителей. Что могут родители сделать сейчас, в этот период, в это учебное время? Очень минимизировать какие-то содержательные блоки, то есть совсем-совсем маленькие кусочки содержания. И максимально подбадривать детей, то есть придумать какую-то систему бонусов, как можно детей стимулировать. Если говорить об уроках физической культуры, музыке, ИЗО, вопросы к которым возникают чаще, есть потрясающие примеры того, как организуются уроки физкультуры онлайн. Начиная с утренней зарядки, с набора комплекса упражнений, и заканчивая тем, что есть теоретический материал. Можно посмотреть соревнования, истории олимпийских игр, по музыке то же самое. Если говорить о необходимости организации консультации, онлайн-консультации или онлайн-уроков с классом или индивидуально, я показала только один пример. Здесь нужно понимать учителю, как распределять время. Если дети готовы работать самостоятельно, такого варианта может быть достаточно. Если нет, может быть тогда три онлайн вот этих общих вариантов взаимодействия и только одна групповая консультация без индивидуальных. То есть я вам показала, что есть вариант. Можно делать индивидуальные консультации, консультации групповые и общую работу. И еще. Домашнее задание и самостоятельная работа – это, по сути, одно и то же, когда мы переходим в онлайн. Поэтому не нужно задавать детям дополнительно, еще самостоятельно сделайте вот это упражнение, а потом сделайте домашнюю работу вот эту. Потому что, по сути, мы даем одно и то же. Ну, собственно говоря, понимаете сами, что в 15-20 минут уложить весь материал невозможно. Я постаралась сделать максимально практическим. Надеюсь, что это будет полезно. Я очень много пишу материалов по этим темам. Можно читать, можно смотреть, подписываться. А так вообще обмен опытом и взаимодействие учителей сейчас – это главное. Учителя обучают учителей друг друга и учатся у учеников. Наверное, такой мой призыв в завершении сегодняшнего вот этого выступления. Спасибо вам большое.